Сегодня на арене Волгоградского цирка египетский дрессировщик в шестом поколении провел открытую репетицию под названием «Урок добра». Наблюдали за нестандартным представлением и те, кому в обычной жизни приходится непросто. Это дети-инвалиды и дети из малообеспеченных семей. На мероприятие также были приглашены и ветераны Великой Отечественной войны, которые пришли на представление со своими внуками и правнуками. Дрессировщик не просто показывал трюки со львами, но и рассказывал, как они готовятся. Это всегда в любой аттракцион, когда работают львов и тигри. Четыре тумба, или бывает пять, бывает шесть. Например, он должен брежок такой между тумбом и тумбом. Перед малышами выступили три льва редкой нубийской породы – Луи, Спартак и Блейд, а также один уссурийский тигр по кличке Осус. Они прыгали на тумбах через барьеры, поднимались на задние лапы, вращались вокруг своей оси. Юные зрители с удовольствием наблюдали за этим аттракционом, а потом смогли задать дрессировщику интересующие их вопросы. «А дети у них есть?» «Да, у меня вот это их отец, который здесь, в этом месте, во время восстановления стоит». «А как они едят мясо?» «Они у меня кушают по шесть килограмм в день». Египетский дрессировщик раскрыл детям и секрет своей профессии. Чтобы получить нужный результат, необходимо большое терпение. Львы ведь как люди, рассказывает артист, у каждого свой характер, своя способность к обучению. Но самый главный посыл прошедшего на арене цирка «Урока добра» – это человеческое отношение к животным и друг к другу. Ну вот мой ребенок будет, наверное, на нашей кошке-мурке экспериментировать со всеми видами дрессировки. Вот этот вот полосатик, на котором полоски. Двигается, так же себя ведет, как кошак большой. Вот его видно, что его тут со спинки гладят тоже. Очень интересно. Жень, тебе нравится? Нет, их не размер меня. Да, говорит. Понравилось.